Въехали мы, значит, в Старожиловский район, и дороги кончились, как будто их и не было. Тут, наверное, танковый полигон или тактора испытывают. Я отстегнулся, потому что тут просто смехом пристегиваются, если ты не разгоняешься больше 20. И даже если у тебя будет столкновение, я думаю, ничего критичного не произойдет. Теперь я понимаю, почему сервис-группа из Рязани едет так долго на обслуживание трактора. Ну, теперь вообще никаких предъяв не будет, ребят, я вас понимаю. Теперь я вас прекрасно понимаю. Короче, не мог не заснять этот угар, положили тут, значит, лежачие полицейские, да? А впереди вот такая дорога. Как бы, ну, наверное, по фану. Просто когда клали, или ложили, как сказать, кладут, что у нас, что-то в толкан, да? Когда ложили лежачие полицейские, наверное, они не видели дороги в Сахе, или как, Саха, Рязанская область, я не знаю. Тут даже камеру повесили на скорость. Ну, у кого-то сарказм прям прет, прям молодцы. Вот, камерка висит, остановочка. Да, печально это все, печально это в 21 веке такое наблюдать. У нас в Тульской области, я даже не знаю, где такое происходит. Уже где-то везде поездил. Убери телефон или кто это. Туда же, выключите. Фон, фон, туда же связи нет, тут ничего нету. Ну, а Трязани тут километров, наверное, 60 или 70, я как-то так думаю. Ну и что, друзья, теперь официально всем привет. Почти 150 единиц техники на площадке старожилого Агроснаб, на новом, на открытии. Пойдем пятерку новую глянем. Нам самое интересное пока пятерка. В общем, по ценам образования, если сейчас кто-то хочет купить Кировец 525, как бы я поговорил с людьми, скорее всего, вы его не купите. По затратам он выходит примерно так же, как и семерка. Семерка стоит 15700, это если программа 1432 действует в Росагролизинге, но она заканчивается, скорее всего, уже совсем. Так что прибавляйте еще какую сумму. Сами понимаете, какую, да? Ага, пятерка по ценам выходит... Так, это еще старые баки. Пятерка по ценам выходит 11 миллионов. Народ, 11 мультов выходит пятерочка. Так не пойму, тут тоже старые баки, и тут старые баки. А где обновленная пятерка? Хм, или я торможу. Сейчас посмотрим. Вы представляете, уже цена до скольки просто поднялась? До 11 миллионов, это офигеть. Блин, а обновленного нету. А где мне обещали обновленный? Смотри, он какой низкий, блядь, на работе. Мужики оценивают. О, любовь моя. Сняла? Красиво? Семерка, семерка. Как в семерку залезть? Кто спрашивал про семерку? Семерка в разы... Ну, блин, а... Чего вы так поставили-то? А, я сейчас туда втиснусь. Или туда я уже не втиснусь? О, снова начальство бежит. Прячемся. Пойдем. Пойдем будем их снимать. А? Да сейчас он пройдет, пойдем туда. Пойдем, массовку не будем создавать. А то мало ли. Нету новой пятерки. Не знаю почему, с джойстиком должен был подъехать. Интересно, там МТЗ-ушки есть? О, тут щель побольше. Ну-ка, втиснусь я-то. Открыть? Нет. Залезай на Коммандпост. Тут получше. Старенький. Вот такая панелька должна быть на пятерке, на новой. А ее почему-то тут никто еще не привез. Ну, я сейчас еще поспрашиваю, посмотрю. Есть ли там что-нибудь или нет? Вон там еще жаточки стоят. Что меня фоткаешь? Сейчас я попозирую чуть-чуть. Как бы все стоит вот таким родом. Вот эти вот кнопочки, то есть должны быть на пятюне. Педаль сливу мне поставили вот такая, вот такая мягкая, автомобильная, хорошая. Была старенькая, была некомфортная. Сейчас все зачипись. И кондиционер тут какой-то другой стоит, не как у меня. По ценообразованию уже сказал, 15700 без 1432 программы. Сами понимаете, какая она будет потом. Вот что я еще заметил, что не хватает очень в пятерке. Не знаю, добавилось это в новой версии или нет, но очень не хватает в пятерке вот этого. Регулировки. Регулировки. Или тут тоже нету? Хм. Ну сидушка тут лучше, она мягче как-то. Не хватает регулировки по весу. Не в принципе, а человеческой вот регулировки сидения. Там такая регулировка, что я манал. Но по весу очень не хватает. Не все трактористы, как вы думаете, весят 100 килограмм. Ну ключики божественные, конечно. Будешь плавать? Погрузчик Амкадор. Пацанам не знаю чего. Ооо, то-то-то. А если посмотреть, залезь в кабинку. Никто же меня не будет ругать? Если что, скажете, прянику по блату досталось. Народ, не ругайте меня. Ох ты ж, е-мой. Я всегда видел Амкадор только уже в ушатанном состоянии, да, у каких-нибудь коммунальщиков. Так, никаких фиксаторов, ничего тут нет. Тут вообще ничего нет. Тут настолько все минимализировано, что просто... Так, это, кажется, накладка на порог. Она тут быстросъемная, видимо. Блин, ну что у нас? Ну такого решения по подлокотнику я еще ни разу не видел. То есть, в принципе... Мужчина так смотрит на меня, так посмотрел. Недоверительно, скажем так. Оглянулся, еще раз глянул. Привет тебе, если видео будешь смотреть. Я тебе доверяю, и ты мне доверься. Ой, ну что сказать-то, народ? Что сказать? Ну... Конструктор явно что-то курил, когда это изобретал. Один подлокотник что стоит? Это божественно. Он даже регулируемый. Это же просто удивительное решение. Вроде сделать джойстик, пластмасску, и вот... Вот такой вот. То есть, получается, подлокотник, локоть. Ладно, не буду я об этом ничего говорить. Жена все фоткает. Жена молодец. Дело делает заглушечки. Ну... Народ, ну я не знаю. Я не знаю. Суперский просто солнцезащитный козырек. Ну, какой-то просто а-ля привет начала эпохи машиностроения. Ну, ладно, видимо. Видимо, оно так нужно. Что ты мне хочешь сейчас заснять? А я не можешь. О, вот это вот печка, да? Хорош, хороши. Как в буханке. Так, надо аккуратненько дверь закрыть. То есть, фиксаторов нет. Если будет какой-то сильный ветер, то, скорее всего, тебя это... Может еще немножко приглушить ударом молнии. Что за болтики за комплект идут? Пойдем дальше чуть-чуть. Ты сильно не трясь об этой обжелезке, а то все измажешься. Так, экскаватор я не видел ни разу от Амкадора. Залезть я туда не смогу. Фига не тут в грязи утопли. И туда залезть не смогу. Так, и сюда залезть не смогу. А как же они так аккуратно залазили? А если посмотреть, если, допустим, встать сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, и посмотреть, что у нас есть в кабинке. Тут все душку получше. Ну, даже магнитолог, это дигма под рукой. Ну, народ, понимаете, с нынешним ценообразованием все вот это вот, МКДОР, МТЗ, как бы это выглядит уже, знаете, как... Постокалиптический мир. Чего быть ценным, никто не знает. Все в шоке от этих, в принципе, цен. И от этого всего, то, что происходит. Это как бы низ рынка, то, что мы можем получить. Низ рынка. А у нас тут кабинка как? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тележка смерти. Будешь садиться? Парни, вот тебе вчера лучше понравился. Я надел вчера... Это отечественный, да? Да. Или белорусский? Белорусский. Белорусский? Они давно стали его производить? Ни разу не видел. Или просто не импортировались? Просто их не было здесь. Не было, да? А какую цену, не знаете? У меня бы его продажи, кто не мог. Ну, я понял. Ой... На таком хасаде деревни купить. Прицепное. Чаево мы имеем. Лапки белота. Пацанам народ, я опять же говорю, ничего не скажу. Тут что-то кто-то оригинально отцеплял, все, масли прилил. Прям очень оригинально отцепил. Меня батя за такое прям... Ну, диски самые обычные. Ну, что тут рассматривать? Получается, упор весь будет сюда давить. Будет сильно изнашиваться. Вот эти штучки вы будете откручивать. Вот эти штучки вы будете откручивать. Подтягивать гаечку, все дела. Короче, это... Надоест года через 3-4. А, просто за сезон тратить время на это все. Ну, это минимальная стоимость из того, что возможно. Вот сейчас он нормально. То есть, он не должен прям совсем крутиться. Он должен останавливаться. Вот потягиваете его. Оп-оп. Чувствуете, да? Раз. Он не крутится. А если крутится, значит, надо еще подтянуть. Так. Культиваторы, наверное, как у нас получается. С покраски вижу. Ну, что? Думаю еще посмотреть комбайны. Глянуть. Расскажу в целом, что это будет. Это будет МТК. Машина-технологическая компания Рязань. При поддержке Росагролизинга. Правительство Рязанской области. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Второжилого Агроснаб. Это будет, получается, комплекс. Из вот этих автомобилей, которые вы тут видели. Все эти автомобили будут не на продажу. Они будут ориентированы для работы. Для помощи аграриям. То есть, если вы хотите обработать, например, свои тысячи гектар, да? Вы приезжаете сюда, нанимаете технику. Вам это все обрабатывают. Прицепной. Прицепные агрегаты. Пассивные комплексы. Зерноуборочные комбайны. Кормоуборочный комбайн. И все остальное. Сейчас еще комбайны посмотрим. И по тракторам. Субтитры подогнал «Симон» 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 Педалька слива Все как положено Поменялись регулираторы Наверное давление То есть тут уже прибавилось Какая-то наклеечка Интересно Ну а дальше Че Опять этот божественный подлокотник Вот с этой штучкой Респект тому, кто тебя изобретал Вот это надо исправлять как-то Это ужас Он очень сильно У меня гремит И будет скорее всего греметь То есть вот там крепление Под шестигранник что-ли Или как Это несерьезно Сидушка Блин, сидушка По сравнению с моей Офигенно мягкая Даже боковая поддержка есть И тут, и там И типа подголовник Вот он Я свой подголовник снял А тут он интегрирован сюда И будет вот так вот помогать держать шею Ну хоть как-то Сидушка намного лучше, чем у меня Ползуночек смотрю Тоже чуть-чуть изменился Наклеечка Ну так маленькие Маленькие изменения Просто косметические скорее всего Просто там чуть-чуть Там чуть-чуть А Еще по 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 Так А что это я не могу Изменения по Конструкции самой Боковых окошечек Тоже так изменилось Аааа Нифига себе Тут появился лючок Лючок и появился Бокс, скорее всего Тут будет дуть кондиционер Тут будет охлаждение Этого, как его звать там Блюгеры Блюгеров развелось тут Охлаждение бутылочки сюда С водичкой будет действовать Ну, можно было какой-нибудь уплотнитель сделать Чтобы холод не выдувался Опять же, сделано все так по минимуму Совсем по минимуму Держи сумочку Сейчас я вытряхнусь отсюда Смотри, смажешься Очень странно, почему в кабинете грязно В принципе, я думаю, человеку, который будет тут работать Повезло Мне нравится пятерка Хороший, тихий Мягкий, ну как мягкий Относительно мягкий, если по диагонали по полю не гонять Мягенький тракторок Который будет выполнять свою Функцию Так, что тут по Задней части Не знаю, кто найдет отличие Напишите, скажите А, еще один прикол Сейчас покажу прикол У меня когда был большой ТО 500 мат часов Мне Частичка монтажки какой-то Монтажка, наверное, которая в комплекте идет с трактором Игрушечная, которая сломается от трубы Да, блин Если я тут протиснусь, я, наверное, весь измажусь Ну, а где? Нет, руляги, я не буду идти Я там измажу сейчас куртку себе Колеса чем-то натерты А, все, нашел, где пройти Получается, вот этот корпус Мне как бы поменяли на что-то Я не помню на что И у меня датчик воды был С завода был И крепление, и все Он как бы был подсоединен, да? А потом После 500 мат часов Привезли какой-то другой корпус И сказали, типа, больше Не надо датчик воды подсоединять Мне его просто оставили Корпус, говорит, не подходит Я вот этого тоже не понял О, комплекция Замочки бы сделать на баке Тоже была бы тема Ну и Как бы на этом пока, наверное Все А, крепление Перенесли Теперь крепление сбоку А было Посередке у меня Мадын Италия Написано Что теперь Под санкции попадет Ужасное другое Закрытие у меня лучше Ох, е-мое Че он так откидывается-то? А вы думали, я не залезу Залез Так, сидушка Ну, уже вижу Мягенькая Комбайн Стоит Будет стоить 16 15700, что ли Ну, в общем 16-17 миллионов Я думаю, в этом промежутке Он будет стоить По конкуренции Это Конкурент Акросу 595 Плюс Как бы Сами понимаете, да На фоне конкурентов Вы сами знаете Откуда 16 миллионов Это Не столь Большая Циферка А тут Тут что Просто Пенопласт Подложили Ну, в принципе Че Не знаю Никогда не был комбайнером Никогда не работал На комбайне Тракторист Да А вот комбайн Как-то Вообще Не знаю Ну, че Друзьяки Пишите Че думаете Своё мнение Я хожу В кепке В Адерштад Зато Не перевязан Никакому бренду Правильно? Молодец Силовые Абрегаты Это дизель 2017 год Че это за книжки Так Ну, теперь Целый квест Надо отсюда Слезть Ладно Слезаем Снимаем на коптере И катим Отдыхать в Рязань Продолжение следует